Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. Последние новости узнаем от наших корреспондентов в студии Натальи Белышева. Добрый вечер! Когда назовут фамилии заказчиков этой незаконной добычи, подробнее Инна Белецкая. Спальный район в Ривне, поздний вечер понедельника. Милиционеры обыскивают микроавтобус, изымают 104 мешка янтаря. Затем опечатывают помещение, у которого был припаркован бус. Ничего не объясняя, уезжают. Почему точно опечатывали помещение на студентском? Для того были определенные подставки, которые тоже проверяются. Все мы не можем объяснить сейчас. Куда более многословными оказались министр внутренних дел и премьер. К тому же и показать журналистам им было, что весь изъятый янтарь под усиленной охраной уже доставили в столицу. Это элемент большой нашей разработки, который мы готовили несколько дней и недель. Пожалуй, это впервые такая ситуация. Там на месте еще вылучаются сегодня и оборудование для добычи янтаря, и оборудование по обработке, документы и так дальше. Официально в этих мешках камень внешне похожий на янтарь. Так ли это и какова ценность изъятого груза должны определить эксперты. Пока они будут работать, а милиционеры расследовать, откуда камень и кому принадлежит, премьер уже планирует. Что делать с добычей? Главная вартость этого маленького автобуса всего 60 миллионов гривен. Закон позволяет принятие решения о реализации этого борщина на аукционе. И, соответственно, передачу денег, которые будут получены от реализации борщина, до доходов государственного бюджета. А вот главный вопрос. Кто стоит за рекордной партией солнечного камня? Пока никто не поднимает. Только министр Аваков в соцсети позволил себе намек на некого, цитирую, одиозного депутата П. И продажных правоохранителей и чиновников. Когда назовут фамилии всех причастных к незаконной добыче янтаря и понесут ли они ответственность? История будет иметь предложение. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ривня. Полиция в законе. Петр Порошенко подписал закон о национальной полиции. Месяц назад документ приняли в Верховной Раде. Буквально на следующий день после голосования новая патрульная служба досрочно приступила к исполнению своих обязанностей в Киеве. Несмотря на то, что подписи президента на тот момент под законом еще не было. Я тишусь с того, что сегодня изменения в крае мощно асоциируются с украинской полицией. Очень легко что-то презентовать, хотя это потребует величезных трудов. Но очень сложно сохранить ответственность высокой планки ожиданий, которые люди ждут от полиции. Глава государства сегодня также собрал заседание военного кабинета СНБО, где сообщил о том, что Украина неуклонно придерживается минских обязательств. Но фейковые выборы на Донбассе, которые боевики планируют провести 18 октября и 1 ноября, могут полностью разрушить эти договоренности. На случай обострения ситуации Порошенко потребовал план обороны. Обстрелы практически по всей линии разграничения в Донецкой области. Боевики ведут огонь из жилых районов оккупированных городов, а диверсионные группы вплотную подходят к позициям украинских военных. Все подробности у Ярослава Кречко. По интенсивности обстрелов район Горловки в последнее время не уступает позициям вблизи Донецка. Боевики открывают арт-огонь из жилых кварталов оккупированного города. Этой ночью от вражеской мины недалеко от поселка Ленинское погибли двое украинских военных. При отделе полтора метра от них был разрыв, шансов было в них обмаль. Один в загинул на месте, другого пытался спасти, но по-другому в лекарню тоже загинул. Сразу после арт-подготовки к позициям вплотную подошла группа из десяти диверсантов. Наши военные ответили из незапрещенного минскими соглашениями оружия, и боевики отступили. Этой ночью противник обстреливал все украинские опорные пункты между Дзержинском и оккупированной Горловкой. Поэтому утром вместо зарядки наши военные занимались перезарядкой. У наших военных на этом посту недавно появился помощник. Черный котенок, которого в шутку назвали Беляш. На днях по этому опорнику боевики ударили артиллерией запрещенного калибра 152 мм. Навредили сами же себе. Попали водопровод, ведущий в оккупированную Горловку. Три дня вода течет в никуда. Кстати, со времени предыдущего ремонта трубы прошла всего неделя. После этих ремонтников по нам четко бьют. Если нам сейчас придет приказ, что через полчаса придут ремонтировать, мы же как бы не скажем, что мы там не будем, не хотим и так далее. Приказ есть, приказ он должен быть исполнен. С ними договориться труднее. Ну, понятно, как бы у нас власть законная, там какая есть. Вот и получается, что договариваться о ремонте и, главное, прекращении огня, по сути, не с кем. Сегодня же боевики продолжили обстрел мирных кварталов Авдеевки и местного Коксахима. Неспокойно и в районе Светлодарска, а в Луганской области ежедневно противник бьет по станице Луганской. Ярослав Кречко, Даниль Косаковский и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Эту очередь занимают в 4 утра, но многочасовое бдение не гарантирует решение вопросов. Почему центры админуслуг не могут справиться с потоком людей и поможет ли интернет? Подробнее Елена Митясова. До начала приема полчаса, а очередь в административном центре услуг уже полторы сотни человек. Занимать ее здесь начали еще с 5 утра. Он пришел сегодня в 5.54, он уже был здесь, я номер 2 по списку. Таких списков два. В одном предприниматели, желающие попасть госрегистратором, в другом клиенты миграционной службы. Все столпились у двух терминалов. Задача теперь получить электронный талон с порядковым номером, указанным в списке. Допустим, если я 14, не факт, что я буду 14, я могу быть и 30, потому что передо мной возьму 10 талончиков. Чарги велики, для того, чтобы взять одни документы, другие, нужно ходить по всем инстанциям. Треба брать отпуск, для того, чтобы поработать эти документы. Да и вы стоя в такую очередь не факт, что проблему удастся решить сегодня, говорят, наученные опытом предприниматели. Одни регистраторы видят каждый день по-разному все, что мы хотим. Сегодня добавьте в протокол, завтра уберите из протокола. А после завтра я такого не говорила. У меня приватное предпринимство, а они как бы выучили один закон про громадское, ну, про товариство. Вот они меня и парят. Про то, что в приватном предпринимстве я должна поделиться у нотариуса частки. Вот я хожу месяц, потому что регистратор сам не понимает, что он делает. А это уже другой центр предоставления административно-регистрационных услуг. Ситуация здесь такая же, сплошная очередь. Но так как в центрах админуслуг, по сути, два начальника, один от местной власти, другой от Минюста, спрос двоих. То, что очереди и глобальная проблема скрывать не стали в рай администрации, говорят, причина в нехватке сотрудников и несовершенстве электронной системы. Администратору одну и ту же информацию приходится вносить в несколько бланков. Мы на сегодня подали пропозиции от Соломенского района сбільшить додатково еще на 15 штатных одиниц. На 15 штатных одиниц. Это даст возможность обеспечить приемы с 9-й годы и до 20-й. Администратор на одного отведающего вытрачает в среднем полгодины. Наше завдание на сегодня сделать так, чтобы один администратор вытрачал на одну послугу не больше 5-7 минут. В планах еще и мобильное приложение, с помощью которого зарегистрироваться на прием можно будет, не выходя из дому. А вот собираются ли решать проблему с очередями в Минюсте, выяснить так и не удалось. Мы написали запрос в министерство, но ответа пока нет. Но со вчерашним решением управления юстиции в Харьковской области Минюст решил разобраться. Напомню, там очередной раз отказались регистрировать областное отделение оппозиционного блока. Тем временем следователи выясняют, кто спровоцировал вчерашние беспорядки в Харькове. Подробнее наши корреспонденты. С утра у большинства харьковских журналистов разрываются телефоны. Следователи просят видео вчерашних событий. Кто все начал? Главный вопрос. По версии правого сектора, их обстреляли неизвестные из машины. Даже следы от резиновых пуль показывали и уверяли. Сами были без оружия. Хотя на этих кадрах видно, парни на улице тоже открывали огонь. Следователи пока обвинений никому не предъявляют. Досудебное расследование ведут по двум статьям. Хулиганство и массовые беспорядки. За сутки, говорят, успели допросить всех участников конфликта. Честного расследования требуют обе стороны. Часть участников вчерашнего штурма сегодня пикетировали прокуратуру. Встречали замгенпрокурора и просили разобраться, кто прав, кто виноват. Попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, все попытки, получат адекватное реагирование от украинского государства. И в том числе от прокуратуры. Все попытки дестабилизировать под каким-то покровом или под каким-то прикрытием это уже не происходило. Ситуация в регионе будет только накаляться. Таковы выводы политологов. Ведь до сих пор не решен вопрос, из-за которого начались вчерашние стычки. Управление юстиции не зарегистрировало оппозиционный блок для участия в местных выборах. А значит, возможны новые митинги. Учитывая настроение граждан в Харькове, в области, можно предполагать, что если бы выборы происходили уже в ближайшие дни, в ближайшие воскресенья, то можно было бы прогнозировать тотальную победу оппозиционного блока в Харькове. Понятно, что допустить этого власть не может. Понятно, что власти сегодня не выгодна победа оппозиционного блока отдельно взятой Харьковской области. Оппозиционеры же уверены, все сценарии и юридический, и силовой разрабатывались в самой областной администрации. Стало очевидно, что власть перешла от юридического терроризма и приступила к физическому уничтожению оппозиции. То есть мы понимаем, что никто с нами бороться честно в предвыборную кампанию не собирается. Собираются просто не допустить и устранить как основного фаворита электоральных предпочтений наших граждан. По версии политологов, вся эта история может сыграть на руку самим оппозиционерам. Идет мобилизация тех людей, как мы называем элитерату конкретной политической силы, когда против этой политической силы используют механизмы, инструменты или правоохранительных органов, или судовой системы. Меня удивляет, что власть не осуществляет таких действий, потому что, условно говоря, что даже если станет так, что не будет на Харькове зареєстровано, значит, в соседних областях будет еще больше мобилизации. Оппозиционный блок называет происходящее в Харькове фальсификацией выборов. Об этом говорится в заявлении. Размещенном на сайте партии. Оппозиционеры не собираются признавать решение управления юстицией. Они намерены идти в суд и обратиться к президенту. Взялись разобраться в ситуации и в Минюсте. И сегодня уже отозвали документы оппозиционного блока из Харьковского управления юстиции в Киев. Алиси Агнатюк, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер из Харькова. Мэры городов, общественные лидеры областей и активисты объединились, чтобы вместе пойти на местные выборы. Партию назвали «Наш край». Об этом сегодня в Киеве рассказал Александр Мазурчак, один из лидеров этой новой политической силы. Основной задачей в партии называют децентрализацию. Говорят, нужно наполнять местные бюджеты областей, а не отправлять все в центр. И таким образом решить проблемы ЖКХ, ремонта дорог, медицины и трудоустройства людей. Говорят, главная политика и главная философия нашей политической силы – это поддержка местного саморядувания. Мы опираемся в первую очередь на тех людей, которые активны в своих местах, районах и областях. Такой политической организацией будет наш край. Ненавязчиво и очень по-женски начала свою предвыборную кампанию Хилари Клинтон. На что она потратила 2 миллиона долларов? Подробнее Дмитрия Нопченко из Вашингтона. До выборов чуть больше года, но Хилари Клинтон уже начала кампанию первой. С сегодняшнего дня в двух небольших штатах – кукурузной Айове и гранитном Нью-Гэмпшире – на всех телеэкранах ее предвыборные ролики. Впрочем, на стандартную рекламу, к которой мы с вами привыкли, это, похоже, очень мало, но вот судите сами. На фоне старых фотографий мамы Дороти Клинтон рассказывает о ее судьбе – трудном и несчастливом детстве, голоде, родителях, которые ее, по сути, оставили. В эфире всего минута. Легкая музыка, взгляд не в камеру, а в край кадра на невидимого собеседника. И главный месседж, который скорее воспринимается на уровне эмоций, но не навязывается зрителю. Она вступила в предвыборную гонку ради женщин, которые борются за счастье своей семьи. Казалось бы, рекламный ролик, но он напоминает скорее отрывок из лайфового фильма или биографической передачи. Здесь, в Америке, отношения к Хиллари Клинтон очень разные, но ей удалось найти месседж, который объединяет и тех, кто готов ее поддерживать, и тех, кто, мягко говоря, недолюбливает семья и семейные ценности. Известно, что к эфиру готова еще одна семейная история. Только на показ этой рекламы Хиллари Клинтон выложила 2 миллиона долларов. Она не жалеет денег, позволив себе куда большие бюджеты, чем у любого из конкурентов. За несколько месяцев после объявления об участии в гонке потратила уже 18 миллионов долларов. В прессе пишут, эта компания может стать самой дорогой за всю историю Америки. Штаб Хиллари официально объявил о намерении потратить миллиард долларов. Но Нью-Йорк Таймс подсчитала, поход на выборы обойдется бывшему госсекретарю как минимум в 2,5 миллиарда. Но еще Хиллари Клинтон сделала очень серьезные выводы из своей прошлой неудачной избирательной кампании. Когда, помните, она проиграла Бараку Обаме. Тогда лозунг был «Хиллари в президенты», теперь «Хиллари для Америки». То есть акцент не на кандидате, а на людях. Ну а еще абсолютно по-другому работает предвыборный штаб. В 2008-м Хиллари Клинтон платила огромнейшие зарплаты топ-менеджерам своего предвыборного штаба. А теперь зарплаты более чем скромные. Люди работают на энтузиазме, но зато получили обещание, что получат и пост в Белом доме. Разумеется, после победы. Ну а еще особое внимание интернет-технологиям, которые когда-то помогли победить нынешнему президенту. Большая часть кампании Хиллари Клинтон будет проходить в соцсетях. Ведь сообщениям от друзей в Фейсбуке люди доверяют куда больше, чем газетным статьям или теленовостям. Есть еще один, очень простой, но действенный способ агитации. В Украине он не принят, а в Штатах очень популярен. Дешево и сердито. Стоит только поставить лайк в соцсетях или еще где-то высказаться, что ты, мол, поддерживаешь Хиллари Клинтон, как тебе по почте придет вот такая наклейка. За предстоящий год множество американцев наклеят на бампер своих авто имя одного из самых популярных сегодня кандидатов. Так что зачем тратиться на билборды, если ближе к выборам миллионы машин по всей Америке будут выезжать на улице с лозунгом «Хиллари для Америки» или «Мы готовы к приходу Хиллари». Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, телеканал Интер. Поворот в деле бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича. Его, напомню, подозревают в растрате более 8,5 миллионов гривен. Эти деньги якобы пошли на привлечение иностранной компании, которая провела исследование для отстаивания позиции Украины в Европейском суде по правам человека. Сегодня во время рассмотрения апелляции на меру пресечения Лавриновича в виде залога в размере миллион двести тысяч гривен председательствующий судья взял самоотвод. Своё решение объяснил тем, что Лавринович долгое время был его непосредственным руководителем, и поэтому дальнейшее участие судей в деле невозможно. Сам Лавринович отметил, что в судебной системе продолжают работать многие его бывшие подчиненные, а он попал под люстрацию и считает закон об очищении власти в Украине применяют неправильно. Севченковский райсуд столицы сегодня избирал меру пресечения бывшему главвреду газеты «Вести» Игорю Гужве. Его обвиняют в отмывании денег через медиахолдинг и неуплате налогов в размере около 19 миллионов гривен. Генпрокуратура в случае, если суд решит отпустить Гужву под залог, попросила назначить беспрецедентную сумму почти в 18 миллионов гривен, но судья счёл её слишком большой и принял решение о залоге в миллион гривен. Также он обязал Гужву в ближайшие два месяца не покидать Киев без разрешения следователя. В Лисичанске, это Луганская область, пытаются закрыть телерадиокомпанию «Акцент» за критику власти. По крайней мере, так считают в оппозиционном блоке. По словам нардепа Сергея Дунаева, председатель Луганской областной организации партии «Солидарность» блок Петра Порошенко Денис Денищенко, обратился к военно-гражданской администрации с требованием проверить «Акцент» из-за постоянной критики действующей власти и парламентской коалиции проукраинских сил. Сегодня Лунаев вообще хочет поднять под себя все независимые СМИ, которые позволяют себе критику её адрес. Для спасения своего собственного рейтинга власть идёт и наступает на свободу слова и нарушает, прежде всего, Конституцию и законы Украины. Знаете, наверное, в этом случае они пытаются присунить практически все телеканалы, которые объективно освещают события в нашей стране. С неугодными СМИ борются и боевики ЛНР и ДНР. В Луганске заблокировали доступ к сайтам украинских СМИ. Среди прочих под запрет попали подробности «Юэй» и «Украинская правда». Теперь, при попытке зайти по этим адресам, жители Луганска видят следующее сообщение. Многочасовой ночной стрелковый бой под Чермалыком и подорвавшийся на мини мирный житель в Толоковке. С новостями из сектора «М» Руслан Смещук. Сегодня самой напряжённой точкой в Мариупольском направлении были окрестности посёлка Чермалык. Мы побывали на передовых позициях со вчерашней ночи до самого утра. Там шёл напряжённый стрелковый бой. Нас начали накрывать из АГСов. Потом пошли крупнокалиберные кулеметы. АГСом также работали. Снайперы выявляли цели и, по возможности, стреляли в ответ. Утром украинские военнослужащие 14-й бригады, и именно они держат здесь оборону, были вынуждены задействовать зенитные пушки, разрешённого Минским меморандумом «Калибра». По словам военных, после этого, под прикрытием снайперов противник отступил в ближайшее село Николаевку. Военные вынуждены были прекратить огонь, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей. И ещё несколько слов о противнике. По мнению бойцов, это хорошо подготовленные профессионалы. Солдаты уверены, это военные регулярной российской армии. Тем не менее, среди военных раненых и убитых нет, но есть пострадавшие мирные жители Талаковки. Под час выполнения сельскохозяйственных работ в районе населенного пункта Талаковка тракторист натрапил на минноубуховый предмет и отримал минноубуховую травму. Наразі він перебуває у лікуальному госпіталі Мариуполя. Напомню, это уже четвёртый такой случай за неделю. Ранее в районе Талаковки подорвались трое украинских сапёров, один из которых позже скончался в госпитале. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Экс-министр внутренних дел Украины Виталия Захарченко. ГПУ подозревает в получении незаконной выгоды в размере более 1 миллиона гривен. По версии правоохранителя, именно такую сумму бывший главный милиционер страны получил за содействие в работе фиктивных предприятий, которые создавали для уклонения от налогов и отмывания денег. Сейчас следователи проверяют законность других источников дохода Захарченко и его семьи. Напомню, бывший глава МВД находится в розыске уже почти полтора года. Химическая атака на Буковине. Селяне почти полностью потеряли урожай из-за частного предпринимателя. Что произошло и кто компенсирует эти потери, разбирались наши корреспонденты. Небольшое село Луковцы на Буковине. Здесь нет ни фабрик, ни заводов. Люди выживают в основном за счёт сельского хозяйства. Но в этом году, похоже, останутся ни с чем. Местные жители считают, урожай погиб по вине предпринимателя из Тернопольской области. Уже 12 лет он арендует здесь землю, выращивает рапс. Обычно удобрял и опрыскивал поля с помощью сельхозтехники. А в этом году нанял вертолёт для распыления препарата, который ускоряет созревание рапса и уничтожает сорняки. Они летали тут примерно 4 дня в этом квадрате. Но проблема совсем не в том, что они развертались, можно сказать, на пів села. И вот результат. С рапсом всё в порядке. Его уже успели собрать. А у соседей на корню высохла кукуруза, сгнила картошка и пожелтели сады. Кроме полей агрофирмы, химикатами с воздуха накрыли и 70 гектаров земли, принадлежащий жителям Луковцев. Люди посчитывают убытки и жалуются на самочувствие. Беременная Оксана Мендришора боится, что яды могли навредить её будущему ребёнку. И такая тревога обоснована, говорят химики, в составе препарата, которым опрыскивали огороды местных жителей, токсический дикват. На самом же предприятии оправдывается, мол, во всём виноват неопытный пилот и ветреная погода. Ну, как вышло? Пришло, стал агротолётом, будет соблюдать свидетельство и будем повертать людям за тратные кошки. До этого часа проблем у нас не было никаких. Теперь мы уже складывали такие акты с подписами. Это уже есть, скажем, первые документы, которые действительно подтверждают, что от человека принесли какие-то сбытики. Определить сумму компенсации за погубленный урожай в агрофирме обещают до конца месяца. Жители Луковцев в правоохранительные органы обращаться пока не хотят, надеются, что фермер не обманет. Хотя гарантий никаких, только устные обещания. В противном случае обещают и в милицию пойти, и в суд подать. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. В Симферополе ночью неизвестные разгромили редакцию крымско-татарской газеты Ян и Дюнья. Налётчики сгребали оборудование, рылись в документах редакции, в фотографиях, в архиве. Бумаги разорвали и разбросали по полу, а электронные данные за 10 лет работы газеты унесли с собой вместе с оргтехникой. Предположений, кому всё это могло понадобиться, у сотрудников пока нет. Техника, компьютеры пропали, фотоаппараты, модемы, вай-фай, роутер. Но самое страшное для нас не кража компьютеров, они были совсем старые, а потеря всего архива газеты. Он хранился на тех компьютерах, которые вынесли. Почему шведскому дипломату пришлось покинуть Россию и как в Москве реагирует на заявление ОБСЕ о присутствии российских военных на Донбассе? Подробнее Дмитрий Еловский. Стокгольм и Москва обменялись дипломатическими ударами. Накануне стало известно, что шведского сотрудника посольства, казалось бы, вдруг и ни с того ни с сего высвали из России. Информацию подтвердили и в МИДе Москвы, сказав, что это ответ на некую, цитирую, недружественную затею. Но в самом сообщении МИДа ни слова о том, что конкретно имеется в виду. Вот тут шведы объяснили. Оказывается, буквально несколько дней назад в Стокгольме признали персоной нон-грата некоего высокопоставленного дипломата из России за грубые нарушения Венской конвенции. Говорят, что за этой довольно абстрактной формулировкой обычно скрывается банальный шпионаж, который шведы, исходя из правил хорошего тона, напрямую просто так не называют. Вообще отношения скандинавских стран с Россией сейчас переживают довольно трудные времена. После кризиса в Украине Москва то и дело поигрывает мускулами, жалуется не только в Стокгольме, но и в других балтийских странах. Там только с начала года и несколько сотен раз поднимали воздух авиацию из-за сообщений о том, что российские самолеты нарушают воздушные границы этих стран. Об этом говорил недавний генсек НАТО Йенс Столтенберг, также сетую на то, что военные самолеты торгаются в пространство для гражданской авиации. Теперь еще и дипломатический, вернее, будет сказать, шпионский скандал. Отвечать в Москве сегодня пришлось и на доклад УБСЕ, в котором европейцы все-таки наконец узрели российских кадровых военных на территории Донбасса. В документе приведен эпизод, когда комиссию на склад с техникой не пустил мужчина, представившись военнослужащим российской 16-й воздушно-десантной бригады из Оренбурга. Вот устами молодожены, обладателя неординарных часов Дмитрия Пескова, кремлевские власти сказали, что достоверность таких сообщений будет изучаться. Пресс-секретарь президента заявил, мол, слышать такие обвинения уже не в первый раз, но серьезных доказательств до сих пор не увидел. А доклад этот надо будет еще проверить. Но, впрочем, как именно и когда ждать результатов этой проверки, Песков почему-то не уточнил. Дмитрий Уловский, Виталий Коваленко. Подробности. Московское бюро. Телеканал Интер. Взрыв в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. Погибли трое сотрудников турецких сил безопасности и еще двое ранены. Самодельная бомба взорвалась во время обычной проверки на дороге. В нападении турецкие власти обвиняют боевиков в запрещенной рабочей партии Курдистана. Бомбить ее позиции Анкара начала на минувшей неделе после серии нападений и убийств сотрудников полиции. Одновременно Турция наносит удары и по позициям исламского государства. После теракта в городе Суруч 20 июля Турция начала антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны более тысячи человек. Для курдской автономии Ирака взрывы стали привычными. Именно там сейчас центр сопротивления ИГИЛ. Мы продолжаем цикл материалов нашего военкора Романа Бачкалы из иракского Курдистана. Мы отправляемся туда, куда на обычном транспорте не добраться. И вот это будет наше сопровождение, гаранты нашей безопасности. На передовую войны с ИГИЛ без охраны просто никак. Под сумки, бронежилеты, полный боекомплект. Мы сейчас в Ирбиле, поедем по этой трассе до поворота на Масул. Дальше, я думаю, мы сможем продвинуться километров на 20 и упремся в линию фронта. Пункт нашего назначения – город Махмур. Наши попутчики – целое отделение автоматчиков. Слева по борту – нефтеперерабатывающий завод. На днях возле его ворот произошел взрыв. Здесь они гремят ежедневно. Война – вот она, уже совсем близко. Кажется, зенитная установка. На блокпостах почти не проверяют. И вот неожиданная остановка. Наши охранники молятся и устраивают привал прямо в храме. Нас пустили прямо в мечеть. Вот этот старейшина, за что ему большое спасибо. Дело в том, что днем здесь невыносимая жара. Иногда нужно делать такие вот паузы. И вот мы на месте. Опорный пункт армии иракского Курдистана. Эти воины называют себя Пешмарга. Что-то вроде наших сил территориальной обороны. Они призваны защитить курдскую автономию от вторжения наемников исламского государства. Мы не верили, что придет война. Когда 4 года назад она началась в соседней Сирии, казалось, что это где-то далеко. Но теперь гибнут наши братья и сестры. И мы вынуждены защищать свою родную землю. Здесь уже небезопасно работают снайперы. Это следы от пули? Да, в меня пытались попасть. Но бронированное стекло выдержало. Техника американская, но оружие до боли знакомое. Хаммер армии иракского Курдистана. Мы видим, укомплектован он пулеметом ДШК. Именно такими пулеметами пользуется в том числе и украинская армия. Да и хаммеры у нас похожие. А вот тактика боевых действий заметно отличается от той, которая применяется в Украине. Орд-дуэли и танковые сражения для этих мест большая редкость. Главное оружие террористов – теракты. Мы отправляемся на передний край фронта. Отсюда до позиций боевиков ИГИЛ остается 9 километров. И сейчас мы постараемся их преодолеть. Мы не боимся их. Это наша земля. И мы должны ее защищать. Путь небезопасный. Вчера примерно вот в таком же рейде смертник попытался врезаться на своей машине вот в такой же хаммер. Но его удалось ликвидировать буквально за несколько метров до столкновения. Произошел взрыв, но с частью все военные, которые сейчас рядом с нами, остались живы. Что-то мне не нравится. Там какой-то дым. Давай возьмем правее. Для верности наш водитель одевает каску, ускоряется и меняет маршрут. Впереди самая сложная его часть. Роман Бачкала, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер из Ирака. Завтра мы покажем еще один материал Романа Бачкалы с эксклюзивными кадрами сражений. В Гамбурге взорвался бункер времен Второй мировой войны. В его стенах размещался столярный цех, в котором хранилось 100 тонн эфирных масел. Вспыхнул пожар. И когда спасатели вошли в здание, чтобы эвакуировать работников, прогремел взрыв. Из 38 пострадавших 12 пожарных. Нашествие сумчатых в окрестностях Парижа, летающий автомобиль и курсы викингов. Об этом и не только в нашем обзоре. Летающая машина это не фантастика, а реальность, утверждают специалисты американской компании Terra Fuji. Они представили анимационный проект футуристического автомобиля. Крейсерская скорость такой машины 320 км в час без подзарядки. Авто с электродвигателем преодолеет 800 км. В салоне разместятся 4 человека. Каждое место оснастят парашютом. Полетать на таком аппарате можно будет через 8, максимум 12 лет, обещают инженеры. Стоит чудо техники будет как современные суперкары. Очень недешевое предложение руки и сердца сделал 37-летний житель Гонконга Виктор Тан. На признание в любви романтик потратил более 50 тысяч долларов. Тан арендовал номер в гостинице на вершине небоскреба. Заказал обручальное кольцо с бриллиантом в полтора карата и вертолет. Машина летела с баннером «Я люблю тебя, Стефани! Выйдешь за меня!» На подготовку такого шоу ушли месяцы. Но, видимо, не зря Стефани сказала «да». Курсы викингов предлагают прослушать в колледже норвежского города Сельюр. Студентов научат ковать мечи, строить дома и управлять кораблями викингов дракарами. Познакомят с техникой деревообработки, керамики и расскажут, как создавать ювелирные украшения. Заявок на обучение уже поступило предостаточно. Тема скандинавских воинов в последние годы стала популярна благодаря сериалам «Игры престолов» и «Викинги». Полиция штата Мичиган спасла детеныша Скунса, голова которого застряла в стаканчике из-под йогурта. Операцию по освобождению засняли на видеорегистратор. Офицер Мерлин Тейлор сорвал стакан и мигом отскочил. А все потому, что Скунс принял характерную позу и готовился выстрелить в спасителя вонючей жидкостью. Оказалось, Тейлор не впервые помогает животным. Однажды офицер достал из канализации утят, которые провалились сквозь решетку ливневки. Нашествие Валаби в пригороде Парижа, в деревушке Эсманце. Сумчатых развелось столько, что они начали выскакивать на трассу. Зоологи предполагают, сейчас рыжесерых в Валаби здесь около сотни. Их завезли из Тасмании для одного из питомников. Но в 70-х животные сбежали и успешно влились в местную экосистему. В Китае создали самый большой зонд в мире. Это зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Диаметр зонта 23 метра, а вес почти 6 тонн. Предыдущий рекордсмен зонд-гигант создали в Индии. В диаметре он меньше китайского на 6 метров. Альтернатива Крыму. Где этим летом отдыхают украинцы? Что выбирают, горы или море? И исправляются ли владельцы гостиниц? Подробнее наши корреспонденты. После аннексии Крыма, полуостров, традиционное место отдыха украинцев потерял сотни тысяч туристов. Теперь за ласковым морем и южным загаром отпускники едут в Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. В частности, небывалый туристический бум переживает поселок Затока. Отдыхающими забиты пляжи, пансионаты, гостиницы и частный сектор. Поток туристов увеличился на треть, если не больше. Помимо украинцев сюда, к Черному морю, едут граждане Молдовы и Беларуси. У меня сегодня такая проблема на самом деле. Я просто не могу разместить людей. Самый дешевый вариант – частные апартаменты. Например, в таком номере койко-место обойдется в 100 гривен в сутки. Правда, без удобств. Если с удобственной, цена возрастает на 50 гривен. Тогда в номере будет еще ванна, туалет и душ. На благоустроенных базах отдыха цены в несколько раз выше. В прошлом году двухместный номер со всеми удобствами стоил 400-450 гривен. В этом году 600-650. Сами курортники при этом отмечают также подорожание продуктов питания и сферы услуг. Ну а те, кто ездил в Крым ради отдыха в горах, нашли альтернативу в другой части Украины – в Карпатах. Последние два года в Закарпатии туристические буми. Даже недавняя перестрелка в Мукачеве существенно не повлияла на количество отдыхающих. Их в области десятки тысяч. Для любителей водных процедур есть бассейны с термальной минеральной водой. Ну и, конечно, свежий горный воздух. Отдых подешевле Приморского. В частном секторе комнату с условиями и завтрака можно снять от 80 гривен на человека. Номера в отеле от 500 гривен и выше. Татьяна Руденко с дочкой и внуками приехала из Кривого Рога. Планирует здесь остаться на целый месяц. Раньше, конечно, ездили мы в Крым. А теперь Крым, извините, закрыт. Поэтому мы приезжаем сюда. Отдыхающих пытаются удивить местным колоритом. Например, есть такой аттракцион, попариться в огромном чане. Местные жители уверяют, это полезно для здоровья. Водичка добрая, горячая. Приятный вид починок тут. Татьяна из Киева привезла дочь учиться верховой езде. Ребенок едет только ради лошадей. Замечательные тренеры. Она катается с утра до вечера здесь на конюшне. Туристов стало вдвое больше, но практически весь местный турбизнес работает в тени. Так в университете на кафедре туризма объясняют дефицит рабочих мест для выпускников. Невыгодно платить податки, невыгодно показывать, потому что инфраструктура в очень плачевном состоянии. И зачем отдавать фискальным органам то, что потом не идет на покращение туристического бизнеса. Но непритязательные украинские туристы на отсутствие инфраструктуры пока закрывают глаза. Едут полюбоваться как уникальными видами, так и европейской архитектурой, старинными замками и дворцами. Марина Коваль, Юрий Ковалев, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok